Если вы ученица школы, зачем вы ходите к колдунам и ясновидящим? Зачем? Вы мне можете сказать, зачем? Что вы, у вас же есть Таро, погадайте себе, у вас там есть какие-то методы снять информацию, вы нумеролог, рассчитайте себя, зачем вы пользуетесь информацией какой-то еще? Объясните мне, мне просто вот искренне непонятно, непонятно мотивация тех людей, которые предсказывают судьбу другим людям, занимаются нумерологией, могут просчитать себя и после этого свою судьбу или еще что-то, причем успешно, и после этого начинают ходить к таким людям. Что вы хотите у них услышать? Объясните мне. Что вы хотите услышать? Я могу вам сказать, что вы можете услышать. Обычно попадая к такому человеку, вы должны знать, что такой человек ставит на первое место возможность заработать на другом человеке. Я прав? То есть человек, который говорит, я предскажу вам судьбу, какая у него задача? Заработать на вас. Каким образом? Нагородить вам, что у вас будет все очень плохо, и он может решить. Поставить какую-нибудь проблему или рассказать о какой-нибудь проблеме, которую он в дальнейшем может решить. И обычно это выглядит так. Это выманивание денег, выпрашивание денег, даже шантаж. Даже шантаж с угрозами, что тебе ничего не поможет, и переход на личности, что вот обычно еще и начинают рассказывать. Вот у меня любовник, или вот у меня там сын. И начинается, все, твой муж узнает, и там тебе будет плохо, твой сын обязательно умрет, твой сын, ты не гадай, если хочешь гадать, то не делай так. Во-первых, я хочу вам сказать, что ходить к таким людям не нужно. Второе, если вам это нравится, и вам приносит это деньги, вас не мучает совесть, то занимайтесь этим для себя, и занимайтесь этим как бизнесом, конечно же это делать. По поводу светлых сил и темных, то человек выбирает для себя сам, на какой стадии находиться. Вот в вашем случае ясновидящий о темных сил. Почему? Дело в том, что существуют ясновидящие тьмы, ясновидящие света. Это, кстати, я прямо сейчас придумал классификацию. Ну вот. Так вот. Существует классификация, которую я сегодня придумал, это ясновидящие от света, ясновидящие от тьмы. И в случае, если ясновидящие от света, то он 100% предсказывает только хорошие события. А если от тьмы, то только плохие. Вот как в вашем случае, он предсказал только плохие события. Нет, чтобы сказать, нет, ты говори только хорошее. И тогда в твоей жизни появится счастье. А так, а это все от тьмы и так далее. Вообще, тьма заключается в том, что человек не видит радости в жизни. А если он своей радости не видит, то не может рассмотреть ее и у другого человека. Субтитры создавал DimaTorzok.